Всем привет, меня зовут Картик. Приблизь сайта 75 лет я появлялась в великой отечественной войне. Никто не должен забыть о ней, чтобы лучше прочувствовать весь ужас в войне, созданную много произведений, стихов, песен и фильмов о войне. Я видел несколько войнных фильмов. Один из фильмов тронул меня за душу, баллада о солдатах. В нем рассказывается история одного молодого парня, девнадцать лет. Уходя на фронт, он обжижает маме с того, что вернуться. Она воздет у той дороги карты, глядя в пусту дар. Кого она сдет и никого сдать, говорят люди. Но она сдет. Алиоша Скорцов, так зовут героя фильма, слушает отважно и подбивает два врожденных танка. Его хотят наградить за это, но он просит дать ему отпуск. Чтобы поведеться с мамой, войска находились далеко от родной деревни. Комендарь дарует отважному солдату шесть дней. Целый год шесть дней. Два туда, два обратно и два с мамой. Даже во времени карантина сейчас у многих людей не хватит еды, неважно встречаться с родими. Транспорт соморожен, как людьям дришно и плохо. А во времени войны, кругом стрельба враги. Транспорт с толку по линии фронта. Вагоны при полне даже холодно. По дороге, Алиоша встречает людей с разными судьбами. Один инвалид-солдат в отчаянии не хотел встречаться со своей женой, думая, что он станет абузой. Но кто-то хороший его рунал за его трустость. И они поступили правильно. Поэтому что, когда они встретились, жена была очень рада, просиловала его и обняла. На дороге была девушка Жура, которая обнула всех, что у них есть женик-врач, чтобы другие не пристывали. По дороге, по просьбе коллег, Алиоша передает после своим родственникам, кому мило, кому письмо. Это все по дороге домой. И ехать домой становится все сложнее. Деревня в глубинке. В конце концов, Алиоша встречает свою маму, лишь с тобой обняет ей. Ну, живо же. Спасибо.